здравствуйте дорогие друзья я рада вас сегодня приветствовать после дождей спасибо вам большое кто нам сказал что давайте к вам дождик у меня несколько растений цветочков нужно подвязать я взяла обычную вот такую вот подвязочную ленточку и буду подвязывать еще мне нужно сегодня подготовить цветничок здесь потому что сегодня планируем поставить сюда клумбочки да рейка вот здесь вот около машины немножко развалились хочу их чуть-чуть подвязать еще я себе для работы приобрела вот такую вот мотыгу здесь вот томат и здесь томаты у меня они растут их надо тоже сейчас пощипаю их травку и пусть они растут хочу вот здесь вот заборчиком так вот их обнести немножечко обнести их чтобы уже было точно видно что сюда не надо наступать здесь здесь растет помидорка вот вот эти кусты теперь у меня не валяются а стоят ровненько теперь буду приступать к томатам вот таку помидорки освободила теперь их видно здесь вот только их кто-то поел кто-то покусал так хорошо наверное придется что-нибудь и делать вот листики в дырочку вот листики в дырочку и вот листики в дырочку вот тут их походу поела а тут я кляжу уже цветет только он курт тут быть большой это медовая капля куста должен быть большой а чудом маленький и цветет странно ну ладно ничего страшного может быть пересортится какая-нибудь посмотрим между помидорками здесь мне хочется что-то посадить какой-то цветочек чтобы он так скажем глазки радовал но я даже не знаю какой потому что помидорка то она вырастет большая нужен цветок который либо он длинный либо у подножия будет не знаю надо подумать бальзамина но не знаю не знаю пока я думаю вы посмотрите супчик который я сегодня приготовила очень и очень легкий и очень очень простой друзья захотелось сварить супчик с консервами я поджарила лук сейчас уберу мне лук нужен будет на два блюда так здесь я начистила картошки сейчас немножко поговорю картошку так еще один суп с консервами я буду готовить маленькую кастрюльку потому что так все хватит потому что у нас к сожалению дети не любят суп такой им я другой суп сварю так картофель сейчас закипит и чуть-чуть минут десять поварится дальше я поджарку положу и пойдемте открывать консервы скумбрию вы можете взять любую которая вам нравится рома вот купил такую видимо магазине была нормальная вот это сейчас две баночки здесь я лук с морковью уже нарезала хочу убрать в холодильник по пакетикам вот мне так удобнее я раньше так делала до того как у нас сломался холодильник теперь у нас новый холодильник и заново можно делать такие заморозки заготовки очень вручает чтобы не сидеть пол по полчаса и не чистить не нарезать так сейчас откроем скумбрию посмотрим что там если там вообще скумбрия либо одна жидкость можно сказать повезло скумбрии целиковые кусочки это хорошо вот этот бульон который выливаю из баночек я его в суп не добавляю я его кошкам отдаем потому что слишком жирный иначе будет не суп 1g сплошной такие кусочки ну хорошенькие по цвету только отличаются немного здесь более такие бледные а здесь более такие красноватые но ничего я попробовала они на вкус нормальные вот так я разделала рыбу от косточка отделила да они мягкие но все равно я их отделила вот бульон весь и косточки и более менее такой жирочек вот этим вот будет сегодня вкусный супчик да правильно вот это я смешаю супом их ним вот это пойдемте уже выкладывать суп в наш картошечка варится как раз сейчас вот рыбку все положу туда и возьму немного поджарки сейчас помешаю посмотрю как на соль подсолю и поварю еще минут пять наверное за эти пять минут я сбегала за луком укропчиком немного и петрушки наросло мало конечно но я постоянно ее щипаю щупаю не даю ей никак вырасти ну зато свежие витамины немного на для супа самое то так же одной рукой получилось отлично отлично но все минут пять и супчик уже готов немного не мало но получилось вот так вот раз порционно порционно сейчас я все заверну и уберу морозилку маленькие компактные колечки как раз здесь лежит вся зелень и теперь морковка с луком тоже будут здесь на самом нижнем ряду лежать посажу сюда горошек пока больше ничего не придумала но вот как так прицеплю его к забору и пусть дальше сам цепляется и растет вот это фасоль надо же она прям быстро быстро взошла дожди были она прям мигом вскочила вообще круто все таки же дождик виды не заменит ни один шланг вот это бабушкин тоже подарочек на весь обхват не хватает заборчик а в плане того то что не хватает ему прикрепиться здесь вот нажимаешь а там он гуляет а так оставлять его тоже нужно в другом как-то придумать не знаю пока вон там сделали хорошо там прям вообще супер не знаю может быть по-другому как-то или в другое место не знаю то сейчас подумаю как лучше время уже пол девятого надо уже идти домой а с улицы прям но уходить не хочется я сейчас уже дополивала там цветничок дополивала где сейчас показывала и здесь дополивала всю мою красоту всю красоту дополивала в общем вот так сейчас надо мне высадить все до цветочки а потом уже переключиться на растения перцы и баклажаны и томаты в плане того то что что-то подвязать что-то прополоть я довольна сегодняшним днем я сегодня поработала высадила еще кое-какие цветочки прополола хорошо вот ну а с вами сегодня попрощаюсь пока-пока спасибо что вы были со мной пока пока и отреки вам тоже пока-пока щеночек цветничок ой а интересно там зажглись уже огонёчки или нет ну-ка надо посмотреть чтобы вас не трясти я включила стабилизацию на телефоне и пойдемте посмотрим включились на наверно еще рано к сожалению еще закат поэтому огонёчки еще не зажглись но ничего страшного бисюнчик 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 нельзя нельзя совсем ведь про фонарики то забыла вот они светятся третьего там не видно не видно в телефоне прикольно прикольно красиво очень очень красиво очень красиво вот 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 вот